И давайте, друзья, мы сейчас встанем перед чтением Торы и помолимся нашему Господу. Смотрим время, чтобы не перебирать его. Напоминаю, друзья, что сегодня и Шаббат, это праздник Господень, и продолжаются дни трепета. Это тоже, в общем-то, относится к дням праздников Господних. Дни трепета, когда мы особенно должны смотреть в свои сердца, анализировать свои взаимоотношения с Господом, с окружающими. И принимать какие-то решения, которые в рамках того, что мы пели, Господи, измени меня. Это самое главное, потому что мы приходим к Богу такие, какими мы есть. И мы хотим, чтобы нас любили такими, какими мы есть. Но немножко по-другому Писание говорит, надо изменяться, преобразоваться в образе шо. Для чего? Чтобы мы не ранили друг друга, чтобы мы были благословением друг другу, чтобы мы помогали друг другу и прославляли этим Господа. Итак, друзья, сегодня изучаем очередной раздел Торы в Ай-Лах, что означает и пошел. Ну, пошел и сказал слова Божьи, это имеется в виду как Маше. Этот раздел находится в книге Бамидбар в Таразаконе в 31 главе. Таким образом, сегодня изучается всего одна глава. Ну, обычно, вот если мне попадает такое, я говорю, о, ну, обычно 3-4-5 иногда даже, да? Вот, я говорю, о, значит, там что-то заложено, раз там одна глава, надо искать. Я прочитал несколько раз, ну, и поделюсь тем, что я там нашел. Ну, напомню только, ну, для того, чтобы был понятен контекст, то это 31 глава второзакония, а в 28 главе вы что помните, да? Благословение и проклятие. А после этого Маше подводит, как бы, итог в двух главах, 29-30, который можно так вот, ну, коротко свести, это из 29 главы. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Аминь. Друзья, это вечное установление Божие. Если мы хотим, если мы хотим быть успешны, если мы хотим, чтобы у нас все получалось, то мы должны пребывать в Писании. Помните первый псалом, да? Блажен муж, который, тья воля, она в Писании, она постоянно в законе его. Он написано, все успеет, и у него что? Все получится. А в 31 главе Бог, который мы изучаем сегодня, Бог велит Маше сделать ряд действий. Ну, так как вскоре ему предстояло умереть, вот, ну, вообще, интересно, да, человек знает, вот, я скоро умру, там придут им считанные дни. Вот, я, кстати, видел, не видел, мне рассказывали, а человек, перед нами выпускал епископ, и он рассказывал, как папа созвал трех сыновей, пастыри, говорит, дети мои, сегодня я уйду к Господу, Господь мне сказал. Вот, ну, он здоровый, крепкий, да, все нормально, там, вот, они говорят, папа, да, короче, нет, вот, они покушали, он пошел, лег и ушел, понимаете? То есть, такое бывает и в жизни. Ну, вот, у Маше вот оно такое было. И вот, он говорит, раз так, значит, ну, тебе надо назначить, кто будет после тебя, и помажешь, и передашь свой дар, передашь руководство, Божий дар, передашь Иисусу Навину, и, соответственно, Маше так и сделал. А второе, вот, интересное дело, смотрите, Бог ему сказал записать от Бога, вот, песню и передать народу, вот, который должен ее знать и петь. Ну, в ней описывается величие Бога, все, что он сделал для народа, сделал и будет делать. В нем написана верность Бога, описана верность Бога, это 32 глава, мы ее сегодня не изучаем. Это просто, чтобы вы понимали, что за песня, почему она такая важная. И неверность народа, который будет уходить от него, но Бог все равно будет миловать и участвовать в жизни своего народа. Ну, правда, наказывать тоже будет. Вот, значит, ну, интересно, вот для меня это было интересно, что свидетельством против народа будет не сам факт неверности, а Бог сказал, что, ну, неверность, имеется в виду то, что евреи, они будут поклоняться другим богам, да, а Он говорит, свидетельством против вас будет то, что ваши дети не будут знать этой песни и не будут ее петь, и не будут передавать другим детям, своим детям. Вот, что оно свидетельствует. Друзья, поэтому, когда мы поем, это же является прообразом того, что мы делаем. Вот, понимаете, вот поклонение, это тоже, вот, вернее, вот эта песня является прообразом сегодняшнего поклонения. Мы говорим Богу, кто Он для нас, кто мы для Него и так далее. Вот, понимаете, ну, то есть и мы, вы знаете, что Ваня Новоселов, он будет вести детское прославление, да, это как раз вот то время, да, когда детям передается вот эта песня, песня о Боге, о нас в Боге и так далее. Я недавно был в Польше, и вы знаете, меня впечатлили в Польше, ну, так бы, ярких две вещи. Дороги, нет, три, простота поляков, они менее претензиозны, чем украинцы, я скажу, они более простые, вообще. Мы постоянно с ними понтовитые до утра. Вот, а они очень простые, просто одеваются, ездят на простых машинах, живут в простых, но комфортабельных домах и так далее. Понимаете, они, мне этот народ понравился. Ну, вот, что меня тоже очень сильно впечатлило, я был на 1 сентября у них, оно у них другое, там, без цветов, потому что в это время у них война началась, в 39-м году, Вторая мировая, вот. Но все равно это было торжественно, и вы знаете, там был момент, они пели гимн, друзья, меня впечатлило. Вот, они пели как одна душа, они пели гимн как одна душа. То есть народ передал отцы своим детям любовь к земле, любовь к Польше. Вот это народ, меня впечатлило это очень сильно. Ну, и не только это, я хочу сказать, что там выступал священник, у них в каждом классе висело распятие, у них есть уроки религиозные, ну, религии, есть христианской морали. То есть, я не знаю, там, качество и так далее, но это есть, и вместо там уродливых каких-то рэперов у них висит распятие перед глазами, понимаете, которое о чем-то им говорит. Это нормально, это передача опыта, и Бог хочет того же, чтобы и детям передавалось. Ну, и еще, Моше сделал одно важное действие, на котором я хочу остановиться. Итак, 31 глава, 9-й, 13-й стих. Сейчас вам, наверное, его покажут. Вот, то есть Бог дал Моше закон, ну, последние слова буквально Бог дал из закона. И Моше записал, вот, и, смотрите, и написал Моше закон сей, и отдал священникам, сынам ливийным, носящим ковчег завета Господней, и всем старейшинам, сыну Израилев, и завещал им Моше, и сказал, по прошествию семи лет в год отпущения, ну, то есть в год шмиты, помните, да, раз в семь лет был год шмиты, в праздник кущий, когда весь Израиль придет явиться перед лицем Господа, Бога твоего, который сберет Господь, читай закон сей перед всем Израилем, слух его, забери народ, мужей, жен и детей, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилище твоих, чтобы не слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога твоего. Вот на чем я буду останавливаться, особенно сейчас, в день, в дни трепета, нам стоит поговорить об этом, да, вот, и чтобы боялись Господа, Бога твоего, и старались исполнять все слова законности его, и сыны их, которые не знают всего, услышат, и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, до кого ли вы будете жить в этой земле. Вот оно, оказывается, закон, он не просто, чтобы его знать, да, а чтобы иметь некое духовное состояние, душевное состояние, я не знаю, и физическое, наверное, да, чтобы иметь определенный страх Божий, страх Господень, по-разному это называется. Вот оно что, раз в семь лет, специально для этого будет читаться закон, чтобы люди имели страх Божий. В наше время мы больше упор делаем на что? На любовь. Бог любит, Бог... Ну да, это правильно, потому что в прежние времена там вообще был не сколько страх старались вызывать, а ужас там перед Богом. Если кто смотрел фильм Мартин Лютер, помните, да, там был, там приезжает такое священие, которое у людей выживает ужас, и люди потом, для того, чтобы не попасть в ад, денежки, короче, за индульгенции платят, а там и так далее, это не тот страх, понимаете, это нечто другое, какое-то духовное состояние, которое помогает людям. Почему? Это Бог хочет благословить. Он хочет благословить свой народ, а для этого народ должен иметь страх Божий. Итак, почему? Давайте это будем разбираться. Притчи, 2 глава, 1-4 стих. Очень люблю это место. Сын мой и дочь моя, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, то есть услышишь слово, да, сохранишь при себе где? Не здесь, вот здесь, потому что слово должно опуститься вот сюда, в сердце. Сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным. Не просто, ну да, я понял, знаю, пусть оно там лежит. Не, 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 внимательным. И дальше смотри, что будешь делать с этим, что ты принял. Наклонишь слово твое, сердце свое к размышлению. Размышлять будешь на то, что ты принял сюда, да? Если будешь призывать знания, взывать к разному, если ты придешь к кому-то, допустим, к пастору, пастору, а что это обозначает? Вот я разобраться не могу к учителю, да? Вот там Сергей или кто-то там, Игорь и так далее. Расскажи мне, что это такое. Вот как ты понимаешь это, да? Если ты будешь искать это знание. Если будешь искать его, не просто искать, как серебра. Мы хорошо ищем серебро, да? Ну, за все отвечает серебро. Нормально, я тоже его еще, к сожалению, да не, не к сожалению, нормально. Ну, так Бог установил такой порядок на этой земле. Так вот, понимаете, вот как мы должны относиться? Вот если мы будем к Божьему Слову так относиться, ко всему Божьему Слову, вот все, что мы понимаем, и что будет? Уразумеешь страх Господень, и найдешь познание Бога. Представляете? Оказывается, все Писание, оно концентрирует нас, что мы должны иметь некое духовное состояние страха Божьего. Здесь говорится о том, что его надо искать. Он просто так не приходит, друзья. Не приходит, потому что любой из нас скажет, ты имеешь страх Божий? Ну, да, я имею, конечно, Бога боюсь. Друзья, настолько видел людей, которые и ушли к Богу, ему пришлось их забирать, потому что они грешили, понимаете? Я видел, как разрушены судьбы, семьи, просто из-за того, что страх Божий, он уходил из этих семей, из этих жизней. Ну, среди верующих, особенно современных, больше говорится, что на страх базируется на благоговении перед святостью Божьим, да? Вот, чем на страхе. Но вот смотрите, слово «страх» на иврите звучит как «яра». Вот, и обозначает и страх, и благоговение. То есть две составляющие. И благоговение перед тем, когда ты имеешь познание Бога, ты понимаешь, ну, да, Он святой, Он чистый, Он совершенный, Он праведный. И ты благоговеешь перед этим, ты просто вот падаешь в ниц, да? Ну, Писание говорит о том, что должен быть и страх. И там страх – это страх. Ну, что-то, ну, что-то получить за свое неблагоговение, и свое неповиновение Богу. Евреях, 12 главе 5-6 стих говорится, «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Утешение, обратите внимание. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Утешение. Это для нас утешение, чтобы вы понимали, да? «И не унылай, когда Он обличает тебя». Смотрите, как Бог с нами разговаривает. «Обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Чувствуете, да? Обличает, потом ремешок наказания, а потом и в угол бьет. Ну, условно говоря, да? Это есть, друзья, почему? Потому что Он Отец. Он принял ответственность за наши жизни. Он хочет нам блага. И несмотря на возраст, там, пастор ты, там, или служитель, или просто, там, как говорится, просто ты вот человек, да, прихожанин, там, или член общины, Бог ко всем относится одинаково. Перед Ним ни президентом, никого нету. Мне так нравится вот это Его качество, что Он ко всем относится одинаково. Поэтому я лично для себя, друзья, выбираю и благоговение, и страх. Тем более, что я переживал, друзья, вот, кое-что из обличения, из наказания и даже битья. Вы скажете, Сергей, ты что там сильно грешил? Да нет, друзья. Вот мне казалось, что я вообще не грешил. Но состояние сердца, оказывается, было такое, что Бог, вот Он говорил со мной, я пережил это, и я вам скажу, там лучше туда не ходить, в этот угол, знаете. Это больно, друзья. Поэтому слушайте, вот, то, что Писание говорит. Это же не я говорю, да, я же вам Писание говорю, друзья. Вот слушайте, да. И для того, чтобы вам было что? Хорошо. Потому что Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Страх Божий надо не только искать, но и избирать. Если ты читаешь, изучаешь Писание, да, имеешь страх Божий, имеешь познание о Боге, ты можешь и не избрать. Ты можешь сказать, ну да, я понял, Боже, но я это не избираю. И что тогда будет? Писание говорит. Это через персонафицированную мудрость. Я звала, ну, как бы Бог, это Божья мудрость, да, и вы не послушались, это к отступникам. Просирала руку мою, и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, обличения моих не приняли, зато и я посмеюсь в вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Ну, то есть уже, если Божье наказание, оно изливается, оно написано, что уже пока не изольется, бесполезно, не изольется, а потом уже можно просить. За что? За что? За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Божьего. Его избрать еще надо. Не только знать, что он должен быть у нас, но избрать его, принять для себя. И страху Божьему надо учиться. Почему? Потому что сегодня мы просто боимся. Ну, почему? Ну, знаем, Бог может нам наказать и так далее. Завтра мы начинаем понимать, что он Бог строго взыскивающий тоже, понимаете? А послезавтра мы еще что-то начинаем понимать больше. Это как бы ступени познания Бога, да? Вот. И я, например, в какой-то момент я оступился, потому что я не познал вот эту ступень, на которую я пришел, понимаете? И мне пришлось перенести вот это вот. Хотя я не считал это большим грехом. Но было состояние сердца, Богу не понравилось. Это было связано с началом войны, там, и так далее, политикой и тому подобные вещи. Богу не нравится, когда наши сердца, они осуждают, когда наши сердца, они черствеют и так далее, понимаете? Даже это. Это не обязательно при любодеянии, там, украсть или еще что-то. Поэтому нам надо познавать Бога, что Он хочет для нас. Мы взрослеем, и чем больше мы взрослеем, тем больше Он с нас взыскивает. Ну, то есть Он ожидает от нас определенного плода. Согласны со мной? Ну, тогда скажем аминь. Бог ожидает от нас плода, нашего жизни, нашего характера, нашего служения, наших отношений с Ним. Ну, и напоследок, несколько важных пониманий о страхе Божьем. Как мы говорили, это просто напоминаю, это ведет к познанию Бога. Мы более полно понимаем характер Отца, что Он, понятно, Он многомилостивый, многомилосердный, долготерпеливый, истинный. Он в Сыне Своем лично пришел и пережил эту позорную смерть за наши грехи, которыми мы Его туда послали. Никто не... Мы послали Его туда. Вот. И Он взял на Себя это. Поэтому это мы знаем. Но также мы знаем, что Он Бог ревнитель, и Бог сильный и страшный. Это я говорю из Неемии. Он страшный в правосудии. Он судит наши и помышления сердечные, и поступки наши, и состояние сердца. А в послании к евреям автор восклицает. Страшно, фоварус это на греческом, страшно впасть в руки Бога Живого. И сейчас, в дни трепета, нам надо особенно переживать тоже вот этот момент, чистить свое сердце, свою жизнь. Второе. Страх Божий – это и первый шаг к спасению, успешной жизни, одновременно высшая мудрость. Начало мудрости – страх Божий. Разум верный у всех, исполняющих заповедь Его. Иов 28, 28. Вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Страх Божий – это мудрость. И начало мудрости, да? И вся мудрость, потому что мы познаем, и мы исполняем. Люди думают, что счастье – это в некем переживании высших моментов своей жизни. А на самом деле, вот когда поживешь, ты понимаешь, счастье – это проведить жизнь тихую, и какую – безмятежную. В этом все классно, понимаете? Понятно, что там вкрапления должны быть и хорошие, ну такого высшего чего-то, да? Но вся жизнь, она не может состоять из этих таких эмоций, типа как там на свадьбе, или там, я не знаю, рождение ребенка, или еще что-то. Это же миги нашей жизни. А жизнь, она должна быть тихой, ну, Бог так хочет, и мы так хотим. Тихой и безмятежной. И страх Божий дает нам это. Третье. Страх Божий дает нам то, что мы хотим иметь в своей жизни. Вот притчи, вот которые мы начали, притчи, помните, да, я вам сказал, то уразумеешь страх Господний, найдешь познание Бога. А дальше там говорится, ибо Господь дает мудрость. А у мудрости, если мы посмотрим восьмую главу, притч, там, в одной руке здоровье, благоденствие, богатство, слава и так далее. Ну, как бы не против, да, чтобы вот этого оно у нас тоже было. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Познание, ты начинаешь понимать, что происходит вокруг. Он сохраняет для праведных спасения, он щит для ходящих непрочных. Нам нужен щит Божий? Нужен, особенно сейчас. Он щит. Он охраняет пути правды, берегает стезю своих, святых своих. Тогда ты разумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда имеешь страх, ты понимаешь, почему в твоей жизни, в жизни окружающих происходят некие дела или там события. Анализируешь, думаешь, да, вот, наверное, вот это. Потому что ты видишь, человек шел определенным путем, ты его предупреждал, да, и у него что-то случилось. И ты понимаешь. И в своей жизни то же самое понимаешь. И последнее, друзья, страх Божий надо практиковать в своей жизни. То есть, смотрите, вот, если, например, там тебя, там кто-то, там, из братьев и сестер, да, там кто-то, что-то там это. Вот. И ты сразу, ага, поза кобры, да, но страх Божий говорит, ага, а это, как вообще Господь отнесется, если ты сейчас ужалишь, да, все, и ты такой, спокойно, понимаешь, становишься. Понимаете, в каждом, вот, в каждом, в каждом событии я стараюсь это практиковать. Имея, допустим, несовершенный характер, я понимаю, то есть, я стараюсь, вот, как бы, чтобы именно вот с помощью Божьего страха, да, становиться в нужное русло и идти в нужном направлении. И последнее, друзья, пусть это будет для вас, ну, вот, мы же хотим, чтобы Господь, Он был с нами, отвечал нам, хотим. И вот, напоследок, Исайя 66, 2, А вот на кого я презрю. На смиренного, то есть, услышу, отвечу, приду в жизнь, да, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Слава Господу!